Вопросы жилищно-коммунальной сферы стали основными на встрече губернатора области с жителями Октябрьского района. Спросить главу региона о наболевшем пришли около 200 человек. Вариант решения городских проблем узнала Елена Петрова. Одни говорят, что нужно оплачивать в обязательном порядке, другие говорят, что оплачивать не стоит. Так стоит или не стоит. Платить или не платить за капремонт для жителей Саратова по-прежнему вопрос. Задают его на встрече с губернатором области. Однозначно платить, говорит глава региона. Валерий Радаев не понимает, почему люди до сих пор сомневаются. Значит, профильные чиновники не доработали и не донесли до каждого жителя, что капремонт, графа, обязательное к оплате. Если мы сегодня их сформируем с таким отношением, значит и у людей сложится, что можно платить, можно не платить, за что платить. Люди туда звонят не просто поздороваться с вами, а хотят узнать об этой проблеме все, что возможно. Это первое. Второе, решите, еще посадите несколько операторов, снимите проблему, такой быть не должно. Коммунальные вопросы на встрече самые популярные. Спрашивают, когда город избавится от плохих дорог. А как тут избавишься, говорит глава Саратова, когда коммуникации под ними в ужасном состоянии. Даже если делать ремонт, тут же придется начинать вскрышные работы. Сети водоканала изношены на 90%. С каждым днем аварий все больше. Но если на водоканал городские власти в состоянии повлиять, то на теплоснабжающие организации нет. А ведь именно они перекапывают на все лето саратовские улицы и отключают жителям горячую воду. Мы судимся с ними, мы выиграем суды. Дальше что? Конец, результат какой? Никакой. Как яма была, так и есть. А что мы можем сделать? Приди иначе директору, притащить и показать. Он сидит, узнает про эту ситуацию. Сейчас у него спросят, он скажет, а у меня трубы нет, я не могу сейчас зарыть. Или еще какие-то причины, которые носят технические каратели, или еще что-то. Но ремонтировать городские дороги все равно будут. Пока город получил лишь 100 миллионов. Но постараются выделить больше, говорит губернатор. Правда, с деньгами не очень. Придется брать новый кредит. Чтобы область воспользовалась федеральными деньгами по программе переселения из аварийного жилья, нужен новый займ. Мы берем бюджетный кредит, миллиард 100 миллионов, для того, чтобы сегодня их направить на второй этап переселения из аварийного жилья. То есть федеральных денег будет 900 миллионов из фонда реформирования, миллиард областных и пошла составляющая муниципальных образований. Интересуются жители, когда город наконец полностью избавится от ларьков. Уже бы давно это сделали, если бы могли, отвечает Олег Грищенко. Незаконные ларьки давно снесли. Те земельные участки, где закончился срок аренды, тоже освободили. С остальными сложнее. На муниципалитет отступать не собирается. За последние три года, четыре, мы из города вымели, я не знаю, порядка трех или четырех тысяч ларьков. Есть ларьки, которые стоят еще с землей. Земля у них до 20-го года. Вопрос, как его убрать? Мы начинаем думать, голову почесать, как это все сделать. Это такой вот труд серьезный. Это не последняя встреча с жителями Саратова. Общение в таком формате стало для губернатора традиционным. Уже скоро вопросы главе региона смогут задать жители остальных районов города. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова